Суджок в Якутии Здравствуйте! Огромное вам спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Мне прям уже интересно поделиться всей той, с вашей лёгкой руки, всей той информацией, которую мы запланировали. На три блока мы до пяти часов в эфире. И слушатели и зрители, пожалуйста, нам звоните. Говорить мы сегодня будем о, наверное, главном органе нашего организма, о нашем моторе сердце. Что же происходит с нашим сердцем, когда мы влюбляемся, когда мы печалимся, радуемся, грустим, впадаем в депрессию, когда мы злоупотребляем вредными привычками, допустим, употребляем алкоголь, курение. Или когда, наоборот, человек хочет свое сердце сделать сильнее и бежит за этим в спортзал и поднимает тяжести. Как правильно заботиться о своем сердце? Какие самые важные профилактические мероприятия должен в свою жизнь включить каждый человек, который хочет прожить качественно и сравнительно долго? Да, спасибо за вопрос, Светлана. Значит, нужно сказать, что да, сердце, орган уникальный. Он работает без устали в течение всей жизни человека. И ни на одну секунду, ни на полсекунды он не останавливается. Он то бьется очень часто, то бьется реже. Реагирует он абсолютно на все те процессы, которые происходят с ним, которые вы очень хорошо перечислили. Естественно, реагирует и на всякие вредности, которые человек себе позволяет иногда делать. Поэтому, конечно, этот орган нужно беречь. Сердце – орган эмоциональный. Сердце связано с улыбкой, сердце связано с радостью. То есть нужно обязательно вот эти вот эмоции давать ему, чтобы оно хорошо функционировало и сопровождало вас как можно дальше в этой жизни. Сердце тебе не хочется покоя. Да, сердце как-то хорошо на свете жить. Даже можно сделать какой-то аутотренинг и просто специально, технически улыбаться. Так будет тоже хорошо? Это даже будет очень хорошо, потому что есть такой метод лечения даже. Улыбка-медитация, который предложен южнокорейским ученым, профессором Паком Дживу. Связано это с тем, что если человек улыбается, то каждая клеточка его улыбается. А если каждая клеточка улыбается, то никогда человек не заболеет. И даже профессор Пак Дживу предложил для людей, которые очень серьезные, не любят улыбаться, такие пластинки, которые опускаешь в горячую воду, потом одеваешь на губы и поднимаешь уголки рта. И вот в таком виде на себе как бы эту улыбку закреплять. Это очень хорошо работает. Неужели наш мозг так просто устроен, что даже технически он словит такие сигналы, которые там ничем извне не продиктованы, вот такая вот придуманная радость, придуманное счастье? Ну вы знаете, наш мозг уникален, у каждого он уникален. И наш мозг очень здорово связан с мышцами. В восточной медицине существует такой длинный канал печень-головной мозг. То есть все мышцы в теле контролируются меридианом печени. Меридиан печени передает энергию головному мозгу. Если человек вообще много двигается, особенно танцоры, мозг их очень здорово развит. Поэтому улыбайтесь, мимические мышцы, они включаются. И даже вроде бы эта улыбка, ну так скажем, немножко навязанная может быть, но тем не менее, вот даже попробуйте дома перед зеркалом, насколько долго вы сможете улыбаться. Это тоже непросто, да, это тоже непросто. Но это здорово тренирует. Когда вы улыбаетесь, образуется эндорфин, гормон радости. Вот мы сейчас с вами улыбаемся, не очень видно под масками. А я думаю, что видно. Да, зря, ну наш мозг точно доволен. Зря ругают американцев, значит, они правильно делают, вот за вот эту прилепленную улыбку. Ну здесь, знаете как, прилепленная улыбка, ну пусть будет так, да, это лучшее, чем человек не улыбается. Но тем не менее, всё-таки надо улыбаться от души. Причём это может даже не быть видно на лице очень сильно. Даже сейчас мы не видим у друг друга улыбку именно, а глаза наши улыбаются. Поэтому это состояние радости очень важное. Сейчас в наше время мы, к сожалению, вот уже третий год с радостью немножко обстоит напряжённая. Да. В нашей жизни, к сожалению. Но мы не должны это пускать на самотёк. Надо эту радость у себя культивировать, обязательно возрождать её. Будет ли тогда хорошая профилактика, вот обычная зарядка под весёлую музыку, где ты даришь себе положительные эмоции, будет ли это хорошей профилактикой для нашего сердца? Это будет шикарной профилактикой, пожалуйста. Если есть настроение, любые виды движения, танцы, очень хорошо. Дома, не выходя никуда. Пожалуйста, да. Особенно сейчас, вот в такой пик. Конечно, общение — это тоже очень важно. Недаром же Экзуперий сказал «роскошь человеческого общения». То есть без этого, ну, плохо человеку. Но, тем не менее, мы имеем возможность общаться онлайн сейчас, так ведь, да, Wi-Fi там и так далее, всё. Это надо использовать и обязательно улыбаться и радоваться. В этом смысле чудесное время, потому что ты можешь присоединиться там к любому вебинару, да, к любому марафону и почувствовать единение с другими людьми. А пространство приближается к тебе. Да. Получается, что так? Да. Это тоже свои плюсы, это время имеет. Мне тоже кажется, в замечательное время мы живём, что можно вот так пообщаться с огромным количеством людей. Но, с другой стороны, пандемия, она, конечно... Любая болезнь — это же вообще-то обновление. Это обновление. Вот. И пандемия, конечно, нас очень здорово развила. Она подняла нас вообще, наше сознание. Оно всё равно развилось. Оно совершенствовалось. Поэтому с этих позиций вот так надо оценивать все трудности. Что плохо — это тоже хорошо. Пандемия научила нас ценить воздух, да. Хочется вот свои лёгкие как-то подарить им возможность дышать, да. Как-то вот я по-другому задумалась совсем над дыханием, насколько это важно. Сейчас перед эфиром мы с вами говорили о том, что очень популярна, к сожалению, ишемическая болезнь сердца, да, сердечно-сосудистые заболевания среди них. То и нашему сердцу необходим тоже кислород, необходим воздух. И оказывается, вот слушателям, зрителям хочу сказать, что если есть одышка при поднятии даже на один этаж, да, я сегодня узнала это от Елены Ивановны, это знак равенства боль. То есть наше сердце... Это эквивалент боли. Да. Таким образом оно нам говорит, мне больно. Я вообще даже не думала, что это так. У меня есть одышка. Я прям как-то очень заволновалась. Ну, не волнуйтесь, всё можно диагностировать, всё лечится, всё можно, ну, понимаете, выявить, да, предупредить. Так что не надо вот так сильно печалиться, да. Вот, но видите, лёгкие и сердце – это два органа, работающие в содружестве. Они имеют единую артериальную сеть, да, вот. И, конечно, первый признак вообще заболевания сердца – это переносимость физической нагрузки. Если она изменяется, нужно всё-таки посмотреть, что происходит, да. Либо это в большей степени проблема сердца, да, ну, может быть и лёгкие, может быть и лёгкие. Вот, поэтому с этих позиций, конечно, за собой нужно наблюдать. Ну, у нас народ-то такой, в общем-то, терпеливый и закалённый, да, и вот женщины, которые как носильщики, да, с большим количеством сумок, и уже как-то это входит в норму, там, и прёшь ты вот этот вот груз, и, да, тяжело, но это уже вот, ты задал себе уже такой ритм, и вроде бы так отследить вот чётко не получится. Как человек сам может какой-то тест провести, вот, допустим, не знаю, там пять минут он как-то, может быть, там подвигается, и потом, ну, сказали, что есть речевая ещё одышка, да, какую-то фразу сказать, если ты не можешь это сказать на ровном дыхании, значит, уже тебе нужно идти к кардиологу. С другой стороны, опять же, нам делают кардиограмму, да, допустим, там раз в год мы проходим диспансеризацию, и, в принципе, говорят, у вас всё неплохо с сердцем, при том, что одышка имеется, и, может, иногда там и покалывает что-то, или... Значит, ну, в любом случае, если у человека есть, независимо от возраста, конечно, с возрастом проблемы с сердцем, вероятность иметь какой-то диагноз сердечный, она возрастает, вот, но если же всё-таки что-то не так, вы почувствовали, что со мной что-то не так, конечно, нужно обратиться к врачу, потому что врач имеет возможность установить диагноз, это кардиограмма обязательно, да, вот, если это касательно сердца. Это, если необходимо, холтеровское мониторирование ЭКГ, то есть в течение суток снимают кардиограмму, и потом доктор-функционалист описывает, есть ли какие-то нарушения, связанные вот с физической нагрузкой, то есть мы при холтеровском мониторировании предлагаем пациенту больше, активнее проявить себя, чтобы посмотреть, как на нагрузку работает сердце, вот, и это УЗИ сердца. Конечно, нужно знать уровень холестерина, с учётом вот теперешней ситуации с коронавирусом, это свертологию, вот, обязательно на микротромбы проверить, провериться, тем более, если человек перенёс, есть определённые анализы, перенёс коронавирус. Ну, вот, наверное, так. Тогда тем, кто хочет наблюдать своё сердце, и тем, кто после коронавирусной инфекции, необходимо сдать кардиограмму, потом, какой ещё анализ вы сказали? Холтеровское мониторирование ЭКГ, УЗИ сердца, холестерин, ПТИ, МНО, глюкозу обязательно. ПТИ. Это протромбиновый индекс, свёртвившая система крови. Так много анализов. Ну, это немного, это нормально. После коронавируса рекомендуется ещё для исключения, ну, опасности тромбозов, это додимер, ферритин, вот такие анализы. Ну, это я озвучиваю то, что сейчас обязаны делать доктора при обращении пациента. Ну, это при обычной издаче крови, да, просто этот анализ вот... Да, 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 да. Расщепляют на несколько вот таких вот... Да, да, здесь ничего, проблемы нет. Это венозная кровь. Сегодня крещение, и многие люди, даже несмотря на то, что сейчас нет вот таких вот массовых ныряния, всё-таки не отказывают себе в том, чтобы соответствовать традиции, и выходят на улицу, обливаются холодной водой, или же, может быть, как-то, может быть, по-другому тоже ныряют в прорубь. Как вы относитесь, как кардиолог, к таким процедурам, к моржеванию, к закаливанию, и к такому спонтанному просто вот поддерживанию традиций раз в год, вот в крещении? Ну, это, конечно, при низких температурах, особенно как у нас, но у нас же даже в проруби КПЛ делают обогрев, так ведь, да? То есть, это вот вставят палатку, там пушка тёплая и так далее. Конечно, резкая смена, вот если человек не подготовлен, ну, достаточно сложно рекомендовать такие вещи, да? То есть, лучше всего заниматься купанием в проруби, конечно, ну, так скажем, моржам, да? Людям, которые готовят себя, занимаются этим достаточно долго. Поэтому я бы не рекомендовала бежать сейчас в прорубь, это точно, тем более с учётом вот нашей ситуации сейчас инфекционной, так? Лучше зарядиться хорошим настроением и прогуляться. Хорошо, мы продолжим полезные рекомендации через три минуты, сейчас реклама короткая. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию программа «Якуск. Сегодня» мы продолжаем говорить о сердце, о сердечно-сосудистых заболеваниях, о профилактике лечения и о том, как заботиться о своём сердце. Можете присоединиться к нашему разговору по телефону прямого эфира 32-00-66 и 32-11-66. В нашей студии врач-кардиолог высшей категории, президент Международной ассоциации «Суджок» в Якутии Елена Тросько. Елена Ивановна, продолжим. Хорошо. Мужское и женское сердце, отличаются ли эти два органа? Да, конечно. Ну, как и мужчина отличается от женщины, это разная энергетика совершенно, это, ну, как две планеты. Да? Вот. Предназначение женщины – это всё-таки родить ребёночка, воспроизводство, да? Вот. И защищают женщины гормоны, эстрогены. То есть, как правило, когда у женщины сохранены вот эти функции детородные, проблем с сердцем не возникает. То есть природа бережёт её. С сосудами всё хорошо, никаких спазмов нет, ничего. Даже женщины, бывает, рожают с гипертонией, ну, разные ситуации. Но всё проходит прекрасно. Вот. Другое дело – мужской организм. Там, конечно, время наступления сердечных заболеваний сейчас очень здорово пододвинулось. Да? Это где-то вот к 40 годам. Вот. Тем более, что вот имея сейчас уже в течение двух лет пандемию, мы сейчас имеем пациентов, перенесших, и год назад, и полгода назад это заболевание. И, к сожалению, в связи с тем, что в патогенезе заболевание преобладает именно микротромбоз, то вот эти ишемические проявления, миокардиты и перикардиты, всё это пододвигается как можно ближе вот к этому возрасту. То есть, если говорить о появлении так называемых как бы новых болезней, новых с каких позиций, что новые проявления болезней человек мог бы испытывать вот в 55 лет, а он сейчас их испытывает в 40 лет в результате того, что он вот переболел. Да? Ну, мы немножко чуть вперёд забегаем про коронавирус. А так, мужской организм, он более выносливый физически, да? Но мужчины себя не особо берегут. Это алкоголь и курение. Поэтому у них, как правило, чаще бывают... И смертность у них больше от сердечно-сосудистых болезней. Вот. Если сравнивать с женщинами, инфаркты миокарда чаще возникают. Вот. Женщины оберегают эстрогены. Но когда эта функция уже уходит, то, значит, скорость развития процессов, связанных с ишемической болезнью, и у мужчины, и у женщин выравнивается. Вот такая связь существует. А верно ли, что если у мужчины есть проблемы с его сексуальным здоровьем, то это 100%, что ему нужно обратить внимание на своё сердце, и как бы не было бы вообще поздно, как бы не затянуть с этим? То есть это уже как бы последствия того, что сердце не в порядке? Ну, не то, что последствия. Это такой первый звонок. Это значит, что-то не в порядке с артериями. Там, может быть, сердцем-то ещё и ничего страшного. А вот в артериях, возможно, начинается атеросклеротический процесс. И поскольку диаметр артерий, ну, малого таза, вот в частности, кровоснабжающих мужские органы, он гораздо меньше, чем артерии коронарные, поэтому там чаще мы видим нарушение функции. Ну, в данном случае, вот, какие-то проблемы, связанные с мужской потенцией и так далее. Да, да. Обязательно обследовать и сердце. Я бы так сказала. А верно ли, что вот кровь, сердце, сосуды – это как слова-синонимы? И в таком случае, чтобы сердце держать в тонусе, то хорошо принимать аспирин в целях профилактики. Допустим, добавлять вот эти вот шепучие таблеточки в воду, и таким образом восполнять и водный баланс, и вот как будто бы разжижать немножко кровь. Верно ли такой подход? Сердце и кровь связаны. Профессия гематологическая, то есть профессия врач-гематолог, она вышла из кардиологии. Видите, как все связано. Да, внутренняя стенка артерий, она может изменяться и давать образование теросклеротических бляшек в результате спазма артерий и изменения вязкости крови. То есть, когда холестерин значительно повышен. Холестерин – липопротеиды низкой плотности. Вот эти липопротеиды наиболее опасны для формирования теросклеротической бляшки. Я еще, с вашего позволения, вопросы наших слушателей и зрителей, которые я собрала до эфира, прочту. Ишемическая болезнь сердца, гипертрофия левого желудочка. Такой диагноз. Чем поддерживать сердце пожилой возраст? И как держать пульс и давление в норме? Значит, ну здесь, видимо, имеет место быть гипертоническая болезнь. И как результат гипертрофия миокарда. То есть, это увеличение массы миокарда. Это значит, что сердце, когда работает с нагрузкой, то есть, ему нужно через суженные сосуды пропустить кровь с большим напряжением. Увеличивается и полость желудочка, и увеличивается масса самого миокарда. Вот это называется гипертрофия левого желудочка. То есть, масса миокарда увеличена. Это ставится обычный диагноз. Ну и на кардиограмме это видно, и УЗИ сердца. Вот. Ну, я хочу успокоить слушателя. Не надо паниковать, надо просто лечиться. Есть препараты, которые контролируют артериальное давление, убирают эту гипертрофию, делают сердце мягким. То есть, все проблемы в жесткости миокарда, в жесткости артерий. Если эти проблемы лишить, можно жить долго и счастливо. Ну, конечно, нужно определенные препараты принимать. Хорошо, спасибо. Вот еще вопрос. Какие исследования обязательны для выяснения причины высокого давления? Обязательно ли обследовать почки, если давление с молодости высокое? 43 года, 160-100, это, видимо, давление. И психосоматика, насколько здесь может иметь значение? И образ жизни гипертоников. Можно ли при таком вот давлении употреблять алкоголь, соль, высыпаться? И что из этого может быть одной из причин высокого давления? Значит, если в 43 года давление 160 на 100, конечно, нужно обратиться к врачу и полное клиническое обследование провести с учетом того, что есть еще и вторичная артериальная гипертензия. Это на первом месте почечные заболевания, ну, и это может быть эндокринология, ну, и разные там заболевания сосудов и прочее. Но есть формы диагностики данных состояний, да? То есть здесь ничего страшного нет, надо пойти и обследоваться. Если же все-таки вторичную артериальную гипертензию исключили врачи, поставили гипертоническую болезнь, именно гипертоническую болезнь, не какие-то ситуационные вещи вот там с психосоматикой, да? Что-то там понервничало, давление поднялось, да? Вот, конечно, любой стресс может спровоцировать повышение давления, но это гипертонический кризис, или это гипертоническая болезнь, или это просто ситуационные какие-то вещи, это, конечно, должен определить врач. Понятно, да, это? Вот. В том случае, когда исключена причина гипертензии, эссенциальной или вторичной, и это все связано только с нервной системой, бывают такие пациенты, вот, но тогда лечение уже у кардиолога заканчивается, и ему надо все-таки переговорить с неврологами, и психоневрологами, и психиатрами, и так далее. Психосоматика, возможно, имеется то, что вот каждый орган, да, если он болит, он имеет какую-то вот такую психологическую причину, допустим, вот, ну, насколько мои познания, да, что сердце, это, если какие-то проблемы с сердцем, это претензия к противоположному полу, то есть вот эта вот начальная точка, насколько вы как... Это вы про... это Луизу Хей, да? Ну, да, конечно. То есть ментальные причины болезни, да? Лиз Гурго, да. Ну, это тоже имеет место быть, но вот если говорить о сердце, да, поскольку это орган радости и так далее, все проблемы в сердце, если, допустим, возникают бляшки, атеросклероз выраженный и все, ну, в таком роде, да, то есть очень плохо кровоснабжается сердце, да, питание недостаточное сердце, то здесь, конечно, ну, вообще... Вот Луиза Хей даже говорит, что это, возможно, какие-то денежные проблемы. Вот. То есть нарушение циркуляции идет, понимаете? Вот. Конечно, такое, как бы, такое представление имеет право быть. Почему нет? Да, почему нет? Ну, мы же занимаемся, европейские врачи, мы занимаемся телом, да? Ну, как, конечно, мы психосоматику берем во внимание, но я, как кардиолог, я все-таки должна посмотреть анатомически как-то по УЗИ, как действует, как работает сердце вот на холдеровском мониторе, то есть его электрическая активность какая. То есть вот с этих позиций, с позиций физического такого наблюдения сделать заключение. Сердцу необходим кислород, вот как вот вы сказали, да, в самом начале. Можно ли тогда сказать с утверждением, что если человек курильщик, то с его сердцем уже точно плохи дела? И сейчас в настоящее время еще есть не простые курильщики, да, это кальян, это электронные сигареты. Вот вы как специалист, скажите, пожалуйста, о том, что из этого уже точно определяет заболевание сердца, и насколько это вредно для организма человека? Курение, курить, вообще здоровью вредить, это большой вред. Есть так называемые правила здоровья или код здоровья, который звучит так, 03514530. Вот первая цифра, 0, означает отказ от курения. То есть по риску, по значению для организма, как фактор риска, на первом месте стоит курение. Это очень плохо. Но про вейпы, это вообще катастрофа. Надо сохранять нам нашу молодежь, наших дорогих детей, наших внуков, чтобы вот эта вредная привычка, пришедшая к нам, к сожалению, с Запада. Ну, вы знаете, это должны на всех перекрестках говорить о том, что вейпы — это большое зло. Нельзя курить. Нельзя курить вообще. Ну, а вейпы тем более. И электронные сигареты, и кальян — это липидные пневмонии, это изменение вообще психики человека, изменение кожи. Недавно смотрела девочку, ну, женщину молодую, 64, так, 24 года ей. Она курит 11 лет. И последний месяц курит вейп. Очень плохо себя чувствует. Пришла с тахикардией 100 ударов в минуту. Вот, посмотрите, пришла к кардиологу. Мне плохо. Видите, в чём проблема-то? Очень большая. И на вид ей 24 года не дашь. А сколько дашь? Ну, лет на 10 больше. Не зря вы оговорились, да, 64. Да. Видимо, сердце будет 64. Лет на 10 больше. А хотя кажется со стороны, да, что это электронные сигареты, вот это вроде бы так незатейливо, так непринуждённо, там приятный аромат идёт. Ну, это, знаете, это всё внешнее, это обман, это обман зрения. Ничего там нет, абсолютно. Нужно иметь просто большую волю и желание себе помочь. Не надо умирать. Это же путь к смерти. О том, как быть здоровым, продолжим через 2 минуты. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии врач-кардиолог высшей категории, президент Международной ассоциации Суджок в Якутии Елена Ивановна Тросько. Мы про Суджок поговорим прямо сейчас в третьем блоке. Не покидайте эфир, потому что будет очень интересная прям такая практическая информация про то, как можно самому себе помочь подлечить свой организм. И насколько я перед эфиром это увидела, это, мне кажется, абсолютно доступно любому человеку. Да, безусловно. 32 00 66, 32 11 66. Для тех, кто еще хочет к нам дозвониться и, возможно, есть какие-то вопросы, присоединяйтесь к нашему эфиру. Вот у вас еще есть аппарат, чтобы мы замерили сатурацию. И давайте еще скажем о том, как мы в это время непростое пытаемся уберечься от ковид. Сатурацию, кстати, можем померить. Давайте. Я с удовольствием. Как вы защищаете себя? Как нам защититься? Пандемия уже идет семимильными шагами. Уже вирус, можно сказать, он влетает везде. Ну, у вас все прекрасно. Спасибо. Поздравляю вас. Я привита и сделала ревакцинацию. Ну, отлично. Нашу маску стараюсь не снимать. Ну, сразу тогда несколько слов о вакцинации, да? Потому что вопросов много. Вакцинироваться надо. Есть медицинские отводы. Ну, я в нескольких словах скажу. Медотводы определяет врач. Значит, если что непонятно, обращайтесь к своему лечащему врачу. Если есть хронические заболевания, перед вакцинацией, конечно, нужно обследоваться. То есть сделать кардиограмму, посмотреть свертологию. Потому что иногда бывают какие-то такие моменты после вакцинации. Но это все врач вам, ваш участковый врач расскажет, предостережет. Если что-то нужно принимать, тоже скажет, какие препараты, связанные, возможно, с дезагрегацией или десенсибилизирующие. Ну, в общем, вот подход такой в отношении вакцинации. Как беречься? Как беречься? Ну, коронавирус, это же инфекция такая. Существует 40 видов коронавируса. Если уже даже штаммов SARS-CoV-2, вот лаборатория «Вектор» Новосибирских, в Новосибирске прошла информация, но это я, наверное, в августе прошлого года смотрела эту информацию, там уже существовало 13 тысяч штаммов от SARS-CoV-2. То о чем говорить? То есть каждый человек — это другой штамм уже. То есть он, переходя от одного к другому, приобретает какие-то качества там, в зависимости от того, как человек лечится, какие у него заболевания и так далее. Но самое главное — не надо бояться. Знаете, что вы можете себе помочь. Медицина сейчас уже два года имеет огромный опыт лечения этого заболевания. Самое главное — не надо заниматься самолечением, обращаться к врачам обязательно, если есть температура, какой-то дискомфорт в горле, там нос, проблемы с носом. Но если более тяжелая ситуация, конечно, нужно. Если, допустим, произошла декомпенсация у вас по вашему заболеванию основному, допустим, ишемическая болезнь сердца или высокие цифры артериального давления, обязательно нужно обратиться к врачу и все равно провериться на коронавирус, потому что коронавирус протекает в 80% случаев с повышением артериального давления. Ну а так, в быту — это, естественно, маски, это дистанция социальная, мыть руки, проветривание помещений, кварцевание. Такое правильное питание. Такой прибор сейчас желательно, чтобы у каждого человека или в каждой семье. И можно ли, замеряя сатурацию ежедневно или несколько раз в неделю, и видя, что это больше 94, 95, 96, 97, 98, быть спокойным, что у тебя коронавируса точно нет? Или всё-таки это не стопроцентная гарантия? Значит, пульсоксиметр показывает насыщение кислородом лёгких. То есть если сатурация хорошая... А хорошая — это 94 считается или выше? Ну, лучше повыше, где-то 96, 95. Если 94, мы уже говорим обратиться к врачу. То есть 96, 97, ну там бывают бронхолёгочные какие-то болезни, там может 95, 96. Как правило, у людей 98, 99, 97. Вот в таком плане. У нас есть звонок от слушателей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Так, как долго носить кассет после операции на сердце? Ну, там надо смотреть, какая операция у вас была. А коронарное... А ортокоронарное шунтирование было. А когда вас прооперировали? У меня 26 июля. 26 июля? Ну, в принципе, уже, я думаю, можно освободиться от корсета, но всё равно нужно показаться своему врачу, потому что я не знаю, я вас не вижу, я не смотрю вас, только мы разговариваем. То есть нужно вас осмотреть. И тогда решить, что и как. Посмотреть, как состояние швов, сделать кардиограмму. Понятно, да? Поняла, хорошо. Но, в принципе, по срокам уже этот вопрос можно решать, его можно поставить. Спасибо. Спасибо за вопрос. Здоровья вам. Скажите, а если у человека после уже лечения коронавируса, когда у него уже отрицательный анализ, всё-таки сатурация остаётся низкой, о чём это может говорить относительно общего состояния, сердечной какой-то истории, и как повысить сатурацию, или это нормально, что она какое-то время после лечения остаётся низкой? Ну, она может быть низкой, да, если процент поражения лёгких был достаточно большой. Нужно время, чтобы рассосались участки вот этих матового стекла. Если, допустим, поражение было 60, 75, процентов 80, есть такие пациенты, есть, да, пациенты после ИВЛ. Вот, но в это тоже страшного нет ничего. Главное, не запустить этот процесс, чтобы не образовался фиброз в лёгких. Для этого подышать надо, да, чаще? Это, как правило, дыхательная гимнастика. Её нужно как можно раньше начинать, уточняться с врачом, который вас ведёт по коронавирусу, когда начинать заниматься дыхательной гимнастикой. И очень простая дыхательная гимнастика есть. Это два вдоха, два выдоха. Ну, я могу показать её сейчас, да? То есть её вы можете выполнять и в качестве профилактики, и в момент болезни, но только нужно обязательно уточниться со своим лечащим врачом. То есть можно ли вам это делать. Понятно, да? Значит, грудную клетку вы немножечко так вот сжимаете, да, и делаете два вдоха. Два вдоха бывает тяжело сделать, но надо это пытаться делать. и выдох через рот. То есть резко туда-сюда. Вот таких два вдоха, два выдоха – это один. Таких нужно делать четыре. Всего лишь четыре. Четыре по четыре. Понятно, да? Утро, обед, вечер, на ночь. Да, это очень хорошая физкультура. Три раза в день по четыре. Четыре. Четыре раза в день. А, четыре раза в день по четыре. Еще есть хорошие гимнастики, но это уже касательно вот Суджока, да, А вот, кстати, давайте перейдём, потому что у нас уже мало так времени, а я всё смотрю на ваш сундучок. Вот, и, в принципе, если интерес есть, вы можете в Инстаграм посмотреть. У нас есть в Инстаграм Суджок Якутии. Это гимнастика есть. Твист-гимнастика. Мне очень понравилось, что можно вообще руку, да, свою назначить. Это вот наш организм, это спина, это живот, лицо, да, это две ноги, правильно, да, это две руки, потому что так вот ты стоишь, руки, это голова, и вот вы так хорошо объясняли, что три фаланги, да, это вот голова, тело, ноги, да. Руки и ноги имеют трёхчленное строение, да, поэтому со второго по пятый палец на кисти соотносится с руками и ногами. Ноги посредине, третий, четвёртый палец, руки снаружи, второй, пятый палец, так. Видно, да, это? Да. Так, теперь голова, голова, большой палец, голова. Это, собственно, голова и шея, так же, как мы имеем голову и шею. Может, вот на это лучше покажем. Большой палец состоит из двух частей, голова, шея. Телефон, да? Да, вот на телефон нам ещё прерваться. Линия жизни – это диафрагма. Если мы говорим о грудной клетке, мы руку ставим вот таким образом. Так, да? Ага. Если говорим о брюшной полости, рука стоит вот таким образом. Ага. Диафрагма проходит здесь, по лучезапястному суставу. То есть две линии диафрагмы – нижняя диафрагма и верхняя диафрагма. Попробуем слушать, да? Да. И вот такой вот штучкой можно массажировать любой орган через свою ладонь. Есть щуп, которым можно находить болезненные точки. Как работает суджог? Это в области соответствия поражённого органа мы ищем болезненные точки. Болезненные точки сигнализируют, что в этой зоне, да, это как дистанционное управление телом, в этой зоне проблема. Там образуется шарик соответствия болезни. Нам нужно его разрушить. И тогда, если разрушится шарик соответствия болезни, болезнь уйдёт. Вот такой подход. Вот. Поэтому, находя болезненные точки, стимулируя их, в том числе семенами, да, семена накладываются на пластырь и в течение суток массажируются, мы можем себе помогать. А, то есть ещё наложить семена под пластырь и ещё как-то массажировать? Массажировать, да. Массажировать. У нас вопрос слушателей, я не знаю, дождался на слушателей или нет, и уж совсем мало времени. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, так лаконично. Ага, я хотела спросить, вот. Можно, вот, например, вот моя мама, да, ей 74 года, и вот у неё порог сердца, и отдышка, вот, и можно вот получить эту привычку. Значит, нужен осмотр доктора, да? Возможно, даже не только терапевта, но и кардиолога. То есть нужно посмотреть состояние здоровья мамы сейчас у вас в данный момент. Может быть, понадобится сдать предварительно ПЦР на ковид, то есть уточнить, нет ли у неё сейчас инфицирования. Если всё эти вопросы будут решены положительным образом, то, конечно, можно вакцинироваться. Огромное вам спасибо, Елена Ивановна. Я так рада, что я с вами познакомилась. Мне очень жаль, что мы так про суджок рассказали немного. Я вас жду ещё раз в нашей студии, где, может быть, мы ещё подробнее остановимся на этом, что мне понравилась простотой вот эта методика, простотой. То есть можно... Да, это очень интересно. Приглашайте. Лёгкие, ещё лёгкие, да, можно намазать зелёнкой, потому что... Да, можно массажировать их, чтобы убрать фиброз в лёгких. Вот так, да, просто массажировать? Вот это место, да, давайте. Вот таким образом. А, вот так. Вот таким образом массаж. А сердце, вот оно, вот оно, в ямочке. Ой, очень больно. И с этой стороны, и с этой стороны. Вот на этой позитивной ноте я благодарю вас и слушателей, и зрителей за внимание. Всего доброго. Спасибо.